Стоило бы сделать, конечно, только на культуре, реально провести такой эксперимент. Один раз мы это делали в занятии кружка для, ну это был такой даже конкурс. Делали вот что. Школьникам было объявлено такое, что сейчас им это будут задания. Задание, ну, теперь такой вид. На листочке, значит, всем школьникам на самом деле дали один и тот же листок, но можно было бы и равновесить. На листочке будет написано тысяча чисел от неизвестно каких, от единицы до миллиона. Ну, шестизначные числа, шестизначное число, это значит шесть знаков. Ну, шесть тысяч знаков напечатать на листочке можно, но многовато, конечно, нет. Я думаю, что у нас было не тысячи чисел, а, наверное, сто. В общем, большое число, сколько помещалось, и они были все аккуратно напечатаны. И дальше там, на этом листочке написано некоторое число. Найти, допустим, сто, найти, там, я не знаю, тридцать девятое по порядку. Вот представьте себе, что вам там через... Представьте себе, что вам всем будут такие листки. И на каждом, вот на листочке написано сто чисел, шестизначных чисел. Вам нужно найти тридцать девятое по порядку. Ну, и там, я не знаю, отметить его, сказать ему, что это за число. И тот, кто первый скажет, правильно, естественно, получит большой приз. Вы можете обдумать какую-то свою стратегию, что вы собираетесь делать. Вот вы можете себе представить. Но вы заранее можете спланировать свои действия, чтобы потом быстро ориентироваться. Еще раз правило. На листе будут написаны сто шестизначных чисел. Как они выбраны, неизвестно. Как-то они будут выбраны. Стридцать, сколько чисел? Ну, допустим, будет там двадцать строк по пять чисел. Чтобы это было более реалистично. Двадцать строк по пять чисел. Это уже совсем немного, на листке это легко поместится. Значит, шесть цифр в числе, значит, там еще пробел. Семь на пять, это тридцать пять. Знаков. И двадцать строк это легко помещается на листке без труда. Или на экране легко помещается. То есть это вообще вы можете смотреть. И вам нужно будет каким-то способом быстро найти там заданное полярное число. Но вместо этого дивизиа вам могут сказать любое число. Не то, что обязательно это девярное. Вам просто так найти там сорок пятое число. Вы должны быть к этому морально готовы. И когда вам листок этот выйдет, начать быстро и безошибочно действовать. Я не хочу сейчас обсуждать способ, чтобы вы могли подумать. Попробуйте пока придумать, что бы вы стали делать. Да. Тридцать девятое по порядку. Не так важно возрастание или убывание. Если вот тридцать девятое по порядку возрастание, то оно в порядке убывания будет там сто минус тридцать девятое. Вы давайте все еще возрастаем. Как бы вы стали действовать? Да. Я бы разбил порядок нужного на количество чисел в строке. И целую бы часть сказал, что это строка, а остаток отделения это порядок в строке. То есть вы бы вычислили, как бы на каком месте оно было бы на... Ой, сейчас, мы не поняли, что по порядку... Это просто в порядках они написаны. Тогда, конечно, нужно посчитать. Тридцать девять это будет, значит, там сколько-то, какая-то страха заранее, какой-то столбик. Но это имеется... Это верно, если они написаны в том порядке, в котором нужно. А это, в принципе, не дано. Числа написаны в форму на порядке, а надо найти тридцать девятое в порядке возрастания. Я прошу прощения, если это было непонятно, но как бы вы стали делать, если нужно... Какие есть идеи про произвольный порядок числа? Что бы вы стали делать? Может быть, у нас числа шестизначные. Числа шестизначные. Я бы тогда вычеркнул все числа, которые начинаются... Но я бы рискнул и вычеркнул все числа, которые начинаются на 9-8. А, вы бы исходили из того, что, скорее всего, эти числа распределены сравнительно равномерно. Ну, я бы сильно не приобретал, не приобретал свои равномерные значения, потому что они равномерные значения, но примерно бы половина. Примерно бы, допустим, вычеркнули, которые начинаются с пятерки, шестерки, семерки. Нет, с пятерки уже нет. Ну, с шестерки. С семерки, да. Ну, если действительно при удаче, у вас бы осталось чисел, ну, их там из ста чисел, осталось бы чисел, там, шестьдесят, шестьдесят. И дальше вы бы уже считали прямо с самого... пытались их понумеровать с самого начала и считать, какой... Это можно, но это, я думаю, так бы вы не выиграли, если бы нашлись какие-то более хитрые товарищи. Если сравнивать это по столбцу, проверять, найти восемь самых маленьких чисел, из них патрица на большую. Потом к другому столбцу, вот так сказать. Надо в каждом столбце найти восемь самых маленьких чисел. Восемь самых маленьких чисел. Да, найти среди них самое большое, вот, потом сравнивать такое... Сейчас, но мы в столбце находим восьмое по порядку, да? И что нам это даст? Вот мы нашли восьмое по порядку в первом столбце, в восьмое по порядку в втором столбце. Что это, какая в этом польза, я только не понял пока. Ну вот потом найти среди вот этих чисел самое большое... Почему оно именно будет восьмым в каком-то по порядку? Совершенно непонятно. То есть какие есть еще алгоритмы? Можно попробовать смело вычеркивать те числа, которые начинаются на ноль, попутно их подсчитывая. И в надежде, что их окажется меньше двадцати девяти. А вот вы их вычеркиваете, вычеркиваете, и вдруг их оказалось все больше. Видите, что же делать? Надо все обратно раз вычеркнуть и начать сначала. Ну это уже примерно правильный способ, да? Всего у нас чисел тридцать девять, да? Всего у нас чисел сто. А нужно тридцать девятым в порядку, да? Ну, значит, шестьдесят одно число, но до. Нет, ну в смысле шестьдесят одно после, там тридцать девять, то есть восемь до, там да. И чего? Теперь я покидываю, каким в среднем должно быть вот это среднее число. А, исходя из того предположения, что все числа равномерно распределены свежищезначно. Да. Ну, можно даже понять, что это будет скорее, там, от ноль, 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 ноль до девять, 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 девять. Если оно равномерное, то оно будет где-то недалеко от, там, три девять, что-то такого. Да, три девять, что-то. В этом предположении, да. И что? И вычеркиваете те, кто вам кажется сильно меньше, и те, которые сильно больше, и попутно их подсчитываете, да? Вот как предлагается. Все их обвожу в кружачки из них. Из них выбираете. А как вы из них выбираете? Лучше немного. Нет. Вы же не знаете, какой из них по счету правильный? Нет. Чтобы узнать, какой из них по счету правильный, нужно для каждого посмотреть, сколько оно. Это не так просто. Да. В чем ваш план? Может, что вы говорите, а какое ближе? Я думаю, что в среднем случае... Ближе к чему? Ну, к тримфону 3,9, что-то там. Да. Посмотреть, какое ближе, и в среднем случае... Но чаще всего нет оказаться. Ну, чаще всего нет. В общем, все, что вы говорите, все это хорошо, но это основано предположение о том, что числа подбирались равномерно. А если это какие-нибудь враги, просто напишут пятизначные числа, а пинто просто спереди напишут 0, то все ваши планы окажутся не состоятельными. Можно сказать, что 38 из 100 нам нужно выбросить? 38 самых маленьких из 100 нам нужно выбросить. Да. Да. Это примерно как 7 из 20. Примерно как 7 из 20, да. То есть можно вот это в каждом столбце найти 8 самых маленьких и 7 из 20, скажем, нам не подойдет. А, то есть вместо того, чтобы пускать, значит, из них в каждом столбце из 20 чисел можно ожидать, что 7 нам не подойдет, а там 7 меньше, а там 13 больше. Поэтому давайте в каждом столбце найдем это самое 8. И что с ним сделаем? Потом мы выберем самую большую из этих 8, это 939. А почему самая большая, а не самая маленькая, а не средняя? Тут как-то нет никаких причин считать. Так, значит, давайте я вам расскажу алгоритм. Ну, даже я могу сказать более таких прогрессивных терминок, если вы к этому привычны. Пусть у нас имеется массив, там, от 100. Давайте выберем какое-то случайное число. Берем просто случайное число с случайным номером. Мы его используем, чтобы разделить массив на две части. Как вы думаете, как тогда разделить массив на две части с помощью этого числа? Так, что то, но не в порядке, как они написаны. А числа, там, а, ж, которые меньше а, ты. Это первая часть. То есть мы разделяем массив на два. Первая часть и вторая часть, а от к, которые больше. Идеальный вариант, если у нас оказалось здесь почему-то 38 чисел, а здесь 61. Если почему-то так повезло, то просто мы сразу знаем, что это правильное число. Но, конечно, на это нельзя рассчитывать. И здесь спрашивается, допустим, нам не повезло, что дальше делать, какие будут идеи? Слово делить. Что делить? Какую часть делить? Меньше. Больше. Еще раз, чтобы выключились. Одна попытка или нет? Нет. У нас есть, мы должны написать алгоритм, который находит правильное, в 39 порядке число. Этот алгоритм должен выдать ответ. И ответ должен быть гарантированно правильно. Больше попыток у нас не будет. Но для начала мы сделали следующее. Мы взяли какое-то случайное число и разделили массив на две части. Те, которые меньше этого числа, и те, которые больше этого числа. Ну, естественно, что в этих частях какое-то непредсказуемое количество элементов. Но спрашивается, значит ли это, что мы вообще ничего не выиграли, ничего не получили, и никакой пользы от этого извлечь не может? Или все-таки какая-то польза есть? Да. Если мы тогда поделываем то же самое, с той частью, которая больше всего? Ну, то есть, которая больше всего? Сейчас. Все-таки больше всего или больше 39, что-то? Я не понял. Больше всего. То есть, если у нас 38 элементов, то это хорошо. Если 60 от 1. А, допустим, здесь, я не знаю, 30 элементов. Тогда что мы делаем? Что это значит? Значит, что все числа нам не подходят. Все числа нам не подходят. А нужный элемент находится во второй части. А если, допустим, 40 элементов, то тогда нужный элемент подходит, он находится в первой части. Не важно, что первая часть меньше, чем вторая. Нас не интересует, какая из них прямо по количеству больше. Просто мы, зная, сколько элементов стоят в второй части, и зная порядком и номер нужного нам элемента, мы можем определить, какой часть его искать дальше. Да, да, вот что там. Ну, то есть, в какой-то, надо идти то число, которое будет приближено к 39, но и превышать его больше всего. То есть, и вот в этот вот выбор, то есть, и ожитых ближе. Значит, сейчас, вы говорите, что делать дальше в этой части? Если оказалось, допустим, вот, здесь 40 элементов, что нужно тогда делать? То есть, оно больше 39? Значит, если здесь 40 элементов, значит, аида оказалась в 41-м порядку. Значит, на самом деле наше правильное число находится в этой части. И как же его искать? Да. Значит, здесь каждый, точнее, то, что называется рекурсивная программа. Слышали вы такое? Значит, идея стоит в том, что мы сходим задачу в такую же задачу, но меньшего размера. Нам надо было найти число среди 100 чисел, а теперь нам нужно найти, ну, допустим, на 39-е что, ну, может, среди 40 чисел. А если бы у нас было 30 здесь, то осталось бы, значит, 69, и осталось бы найти число, которое среди 69, но какой бы порядок? Девятый. Девятый. Ну, можно вычислить, значит, если будет 30. Тридцать одно. А, давай посмотрим. Нет, нет. Значит, тридцать одно число уже ушло. Значит, то, которое было тридцать девятым, стало на самом деле восьмым. То есть мы должны идти искать восьмое по порядку число. Значит, идея такая, рекурсивная процедура. Ищем МТ по порядку. Там в массиве. Первый. Берем случайный элемент массива. Первый шаг. Второй шаг. Делим весь массив на три части. До. То есть мы переписываем этот массив в другое место. До. Вот этот случайный элемент и после. И считаем, сколько где. И по этим третий шаг состоит в том, что по этим данным мы выясняем здесь или здесь, и какой по счету. Ну, еще есть случай, если он случайно оказался правильным. Понятен ли план? Вот. И на самом деле, значит, вот эта задача, конечно, игрушечная, но это на самом деле самый быстрый алгоритм поиска заданного элемента с порядком, ну, практически известный, поиска элементов с заданным порядком номером в массиве. То есть вот действительно, это не просто такая игра, а так надо делать, если, значит, вам на практике нужен такой элемент найти. Ну, я не очень понимаю, конечно, нужно ли такое на практике, часто ли такое нужно на практике, но тем не менее, алгоритм этот вот простой и быстрый. А если бы кто-то придумал на угад и попал? Алгоритм, конечно, не может... Ну, собственно, мы так и делали. Если бы выбрали на угад и попали, это значит, что здесь уже оказалось 38 или 61. То есть такая удача у нас тоже может быть. Но, скажем, если кто-то принять другой алгоритм, что он просто выбирает элемент случайно по очереди и считает, каким каждый из них оказался по счету, пройдя массив и считая, сколько меньше, то в среднем ему понадобится много раз действовать. И это будет хуже, чем наш спрос. Спасибо.